Сейчас Ксения с Михаилом тоже скажут в эту же самую сферу. Виктор, можешь выйти сюда. Сейчас такое мы действие очень важное сделаем. Где-то 6 лет, больше 6 лет уже назад, находясь в своей тайной молитвенной комнате, мне очень сильно открылась глава 2 Иаиля. Я ходила по комнате туда-сюда и заучивала наизусть эту главу. Она во мне горела, так что я просто не могла стоять на месте, как лев, если вы видели, в зоопарке ходит туда-сюда, мечется. Вот так же я ходила и повторяла каждую строчку, заучивая наизусть много-много раз. Я чувствовала просто огонь в каждой строчке. Я чувствовала вот эту победоносную армию, которая непобедимая. И я понимала, что у меня шло в дух послания, что поднимется вот такая молодежь, такая непобедимая, которой будет ничто не страшно, ее ничто не сможет остановить. И вот она победит врага. И я вот с этим посланием, я пошла и к мире тогда, к сестре такая вся загоревшаяся, делилась этим переживанием и говорила, что вот Господь поднимет такую армию молодежи. И я удивлялась, почему Господь так вот меня прямо настойчиво это говорил. В течение, не знаю, сколько я ходила, вот так, ну час, точно, полтора, может быть, вот все время повторяя эту главу, и не могла остановиться. И я говорю, что ты мне так настойчиво, Господь, вот это вот все говоришь. Я-то тут при чем вообще? Почему я это все слышу? И что я-то могу сделать для того, чтобы вот эта армия, о которой ты говоришь, поднялась? И он тогда сказал вот этот первый шаг, начните молиться с молодежью. А мы тогда уже из МБВ молились. Ну, я ходила просто на молитвы, как молитвенник. А здесь он сказал, начните сами молодежную молитву. И я, в принципе, с этим пришла к сестре, говорю, вот. И она, по-моему, даже еще до этого предлагала. Он говорит, я же тебе уже предлагала, почему-то еще не начала. И тогда мы начали 6 лет назад вот эти вот встречи. Мы тогда прям очень горели сильно. Мы начали и песни писать, и встречались в 7 утра с ребятами перед учебой. И так вот на протяжении многих лет мы вот горели. Потом был такой тяжелый момент, наверное, вот прошлый год был один из самых тяжелых, когда просто вот каждая молитва, она давалась стопку, не знаю, Ну, мне самой было очень тяжело, потому что у меня как-то перестройка, что ли, всего шла. И я, я прямо, не знаю, тяжело было гореть, и вообще мыслить, и как-то кого-то поддерживать. И сейчас уже как бы другой немножко период, этап начинается в моей жизни. И вот сейчас пошел уже 7 год молитв, мы начали, и я понимала внутри, что вот 7 будет какой-то такой финальный, по крайней мере, для меня. И вот мы познакомились с Виктором недавно, он так огненно поклоняется у нас в церкви, танцует, и недавно какой-то мужчина ему написал, говорит, что Ольга Дмитриевна всех мужчин заставляет танцевать. Да, интересно очень, буквально минуточку добавлю. Один брат, надо было там благословить одну сестру, у него скоро рода, вот, и через этого брата я передавал вещи, передавал вещи, и знаете, меня так, когда я их передавал, у меня так, ну я иду, вот с пакетом, да, вышел, меня возжало возле метро, и я выхожу, и я ему протягиваю руку, он так, меня жмет руку, пакет берет и убегает. Я говорю, а как все дела? Он говорит, да все хорошо, все нормально, и убегает. И я такой стою, и думаю, ну просял. Ну я как бы не озадачился прямо этим, но мне было интересно, Господь, ну что такое? Ну что-то не со мной. Потом через минут 10 он мне пишет в телеграмме, ты мне прости, пожалуйста, я даже тебе спасибо не сказал. Он, наверное, там осознал, а вообще что произошло. Потом он пишет мне текст, пишет, знаете, пишет мне, вот я в этом тексте я увидел не его, а вот как нечестивый дух, через него действует. И он так, знаете, выразился, говорит, а это, говорит, ну, у вас, говорит, мужиков голикого заставляет, танцем? Вопрос. Понимаете, вот здесь я увидел не его, а вот четкий, вот этот, как нечесть трепещет, да, вот как она аж трепещет, аж, а я такой, знаете, сижу, думаю, ладно, отвечу потом, а Бог мне говорит, нет, ответь сейчас, и я дам, что тебе ответить. И я такой сижу, открываю, говорю, я говорю, и все, и Бог дает мудрость, что ответь, я говорю, Олига Дмитриевна, он говорит, она что ли призывает, я говорю, Олига Дмитриевна призывает всех к Иисусу Христу, к Слову Божьему, вот к этому она призывает всех. И я сказала, что лично меня в этом идет Бог и Дух Святой. И после чего написал, ну такой текст, что да, были танцы, надо как бы разобраться в этом, все такое, говорит, и в конце, а вы не желаете походить к нам в МБВ? Я говорю, на данный период Бог нас не ведет, но в гости, может, дай Бог зайдем. И знаете, когда мы вот даже при таком, вот знаете, а у меня был такой шалом, что не в спор, да, войти там, вот показать там местописание Давида, да, да, танцевали, поклонялись, а просто вот в любви, да, даже сказать, да, и в гости к вам придем, и все нормально. И когда я это писал, я видел, он мне записал аудиосообщение на 27 секунд. Я понял, что-то там такое, но я еще писал свои вот эти сообщения, и когда они к нему доходили, он их прочитал, не прошел 3 секунд, он его удаляет. Это аудиосообщение. Он просто видел, что я с ним не в спор встал, да, а просто спокойно объяснил, и даже еще его поблагодарил за помощь, говорю, брат, спасибо, благословение, говорю, и чтобы не лезли левые мысли, я говорю, окунайся во Христа, и не будет им места. И он это сообщение удаляет. Потому что вот это вот с той историей, когда девочка в университете, да, сказала, говорит, когда ее там обижали, говорит, а ко мне этот не относится. Она в ступоре, просто в ступор. Это когда мы врагу не даем дальше в ход, а мы просто, вот в Божьей позиции происходит аннуляться, все, враг в тупике. И это даже видно физически на людях, когда нечестивый дух действует через нее, вот как вот с этой девушкой в университете, вот с этим братом, что он что-то мне там записал, он видел другую позицию, которую не ожидал увидеть, и сразу же удаляет. Ему стало стыдно за то сообщение, и слава Богу, что я его не прослушал. Так что вот такое недавно произошло. И когда я только начала молитву, у меня было сразу понимание, что я временно. Я не буду постоянным вот этим молитвенным лидером, потому что некому тогда было встать. Некому тогда было встать на это место. И мне нужно было как бы это делать. Я горела этим, я понимала. И сейчас мы начали молиться вместе. онлайн, Виктор организовал молитву молодежную три раза в неделю. Молодежь собирается, молится также один раз. Ваня, он проводит изучение Библии онлайн. Меня как бы Виктор пригласил в этот диалог, я стала тоже подключаться к ним, а я пригласила в свою очередь на молитву. И он пришел с женой, где-то несколько раз мы вместе молились, и мне Господь показал на одной из молитв, что мне нужно передать ему вот это вот благословение, потому что шесть лет назад меня Ольга Дмитриевна с пастырской командой помазала как молитвенного молодежного лидера в церкви «Миссия Света Христа». И у меня было желание именно передать Виктору вот эту вот эстафету. И я очень рада, что мужчины появились, потому что сейчас у нас очень много мужчин молятся и в этом диалоге, и такие огненные, горящие. А мы как раз все это время молились за мужчин. Поэтому то, что я хотела сделать, это именно вот сейчас молитвенно передать. В принципе, я уже помолилась, передала онлайн. Может быть, Ольга Дмитриевна как бы сейчас благословит его от лица церкви. Давайте поднимемся, друзья, потому что нам важно, чтобы отделатели размножались, чтобы не просто один заменялся другим, а размножались, чтобы и Ксения могла действительно действовать в том помазании, который давания. Тоже можешь выйти сюда. Нет, молодежь, которая уже участвует в этом. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что мы протягиваем сейчас руки и благодарим Тебя за те годы, месяцы, недели, когда молитва двигалась, шла, и в чем участвовал Ты и видел, как развивались эти молодые души, молодые сердца. И я благодарю Тебя, Господи, что и сейчас они нуждаются в Твоем движении, в Твоей защите, в Твоей коррекции, в Твоем вдохновении, и потому мы сейчас молимся за них и благословляем, чтобы то движение нового, Твоих форматов, которые Ты хочешь размножить, пусть они сейчас поднимаются. Поднимаются, Боже, так, как Ты этому хочешь дать движение Твоего Духа. Я благодарю Тебя, Равира Фрайда, Лапина Гитфеста, Лапана Туда Псет Плот. Я благодарю Тебя, что, Господь, то, что они делали, оно не будет разорено. Я благодарю Тебя, что мы говорим, дьявол, отдай назад все, что Ты мог украсть за это время. Во имя Иисуса Христа все отношения, всех людей, которые повреждались из-за этих атак, во имя Иисуса Христа они также объявлены ничтожными. И мы идем во времени, во все этапы и отделяем все атаки от молодежи. И возвращаем тех, которые потерялись по дороге. Возвращаем тех, которые оказались зараженными тем или иным. Но во имя Иисуса Христа, пусть, Господь, каждому вернется. Жажда по отношению с Тобой, особенно в это время. Майблат, Равира Кина, Фатер, Мерплида, Палаварда, Гитфайсер. И я благодарю Тебя, что и Ксения получила от Тебя, и это движение сердца, движение духа, пусть тому, который сегодня носит имя победителя. И пусть, Господь, это будет действительно входить в победу каждой молитвой. Каждой молитвой мы благословляем его сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть эта передача произойдет пред Тобою в духовном мире. Майгата Лавина Паливанда Готалида Сет. Чтобы он вошел, Господь, в позицию Давида, который поет, танцует, молится, ходатайствует и удовлетворяет запрос неба. Майблат, Кама, Натуре, Арамар, Дэвид, Феда Блэст. Поэтому да будет он под защитой твоих крыл, да будет он в присутствии твоей славы. Я благодарю тебя, Равира, Прамана, Нота, Салемана, Гитфайзер. Я благодарю тебя, Супира, Каравар, Дэвид, Фектор, Колопита, Паластос. Я благодарю тебя, Супрада, Равира, Параванда, Битпрейзер. Я благодарю тебя, чтобы можем высвобождать благодати, милость, высвобождать твою силу и защиту на него, на его семью, на его дочь, на его жену, на место, где они живут. Отец, во имя Иисуса Христа, мы говорим, ангелы твои пусть станут стеною. Майк, гата, лавина, поливанда, Гот, рапта, дестас, али пара, видфактор, Клайзер, хор, равира, верфатор, паравира, край, докродос. И все эти рыбьи глаза будут прямо сейчас слепыми. Майк, гата, лавана, Файзер, чтобы всякий демон ослеп. Майк, гата, но Господь, пусть у Виктора и у жены его будет твое зрение, твое зрение, чтобы они обнаруживали врага прежде, чем он приблизится. Пусть Господь будет слово даваться тобою на каждую ситуацию. Пусть откровения приходят вовремя. Пусть молитвы будут огненными. Пусть они будут поражающими врага. Пусть Господь ничто не поколеблется в их судьбе. Пусть здравие будет укреплено. Майк, гата, лавина, поливанда, креда, паравар, да, грась. Пусть работа будет всегда тобою обеспечена. Майк, гата, лаварда, с воздаяниями полноценными для обеспечения семьи. Майк, гата, лавина, плейс, для нуждающихся, для помощи. Майк, гата, лавина, поливанда, гродос, алепарда, крадос, эй, арвиров, аропарда, гидфактор, клестер. О, слава, слава, слава тебе. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе, величественный Бог, что ты позволяешь нам поклоняться. О, майк, гата, лавина, плейс. Поэтому собирай, собирай рассеянное, присоединяй. Аминь, аминь, аминь. Присоединяй. Майк, гута, лаванда, блэс, оф райс. О, равира, верфада, лапина, гисплида, плейс, блэс, 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 благодарю тебя, дух святой, благодарю тебя, благодарю тебя и благословляю также Ваню и то, и в его жизнь пришел. Майк, гата, лавина, плейс, прат, равира, прейс, чтобы всякий служащий во имя Твое служил как сын мира. О, майк, гата, лавина, плейс, прейс, чтобы никаких негативных предложений врага не было проглочено. Майк, гата, лапара, тудапсет, палавита, крейса, прейс. И я благодарю тебя. Я благодарю тебя, что мы можем благословлять друг друга. И мы делаем это. И Михаила благословляю. Пусть, Господи, эти юноши, стоящие сейчас перед Тобой, будут размножены. Размножены каждый в своем уделе. Майк, гата, лавина, поливан, да, грэда, паравар, да, грайзер. Но размножено то здравие, которое ты положил, и здравость смысла, которое уже есть. А то, что надо прибавить, как мудрость, приходит она, Господь, свыше и будет их сопровождать. Как мирная природа, как природа Твоя, о которой цари царствуют и узаконяют правду. И я благодарю Тебя, что мы передаем Тебе, Духу Твоему и Ангелам Твоим, все, что Ты начал. Слава Тебе за это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Сейчас я... Не расходитесь. Тоже хочу пополиться. Господь, благословляйся сейчас. Миша, Господь, чтобы ты... Волота Твоего помазания просто... Миша раскрылась, Господь, чтобы Миша слышал Твой голос, чтобы Ты вел его за правую руку, чтобы Ты всегда был с Ним, всегда давал Ему откровение, Господь, где Ты хочешь увидеть, в чем, Господь, как, как Ему двигаться, Господь, чтобы все, что Миша делает, Господь, все, чего Его руки касались, чтобы Ты являл свою славу через Ему. Благословляю... Сейчас, видите, Господь, благословляю Его семью, чтобы через Его семью, Господь, дьявол не смог Его атаковать. Мы благословляем эту семью, покрываем кровью Иисуса Христа, чтобы Твоя благодать была на Его семье, твой мир шалом, чтобы сердца Его с Его женой, Господь, соединялись крепкими узами и ничто не разъединяло, и, полагаем, предел тьме, которая тянет руки к Его семье, и к Его помазанию, Господь. Аннулируем всякие планы дьявола на Его жизнь во имя Иисуса Христа. Благословляю сейчас Ксюшу, Господь, чтобы Ты вел ее дальше, чтобы Ты показал ей, в чем Ты хочешь ее видеть дальше, чтобы все вот это откровение, Господь, которое Ты даешь ей, чтобы они снова силой, Господь, раскрылись. Я ставлю печать Иисуса Христа на ее призвание, Господь, чтобы дьявол не увел ее в сторону своими уловками, Господь. Я благодарю за то, что Ксюша, что она слышит Твой голос, Господь. Я благодарю за ее сердце, за ее смирение, Господь, за ее то, что она просто так тянется к Тебе, так ревнует, Господь, о Твоих целях, Господь, потому что ее цели – это Твои цели, Господь, и Твои цели – это ее цели стали. Благодарю Тебя, Господь. Веди ее за правую руку, чтобы никакие атаки дьявольские, никакие выгорания, Господь, ее не атаковали, Господь, чтобы плоды Твоего Духа, Господь, они проявляли в своей жизни, Господь. Просто будь с ней, веди ее, Господь. Дай ей всегда четкое понимание, что ты рядом, ты ее ведешь. Ты готов, Господь, ее не просто так во все это ввел. Я благодарю за тот фундамент, Господь, шестилетний, который она готовила для той церкви, которую ты поднимаешь, Отец. Мы утверждаем этот фундамент, Господь, печатью крови Иисуса Христа. Тот фундамент промаливания. Мы благословляем ту церковь, Господь, которую ты сейчас поднимаешь, ту сильную молодежную церковь, которая из нашего города, которая просто по всей России, по всему миру, Господь, распространится. Господь, потому что эта церковь, она будет стоять на скале, на твоем кривольном камне, Господь. У нее будет твоя структура, это будет сильная армия, Господь. Это будет, она будет двигаться в пророческом помазании, Господь, в твоей силе, Господь. Это будет два свидетельства, две маслины, два светильника, Господь. Еврейская церковь и все остальные, Господь. Это будет сильная, мощная. Это будет твое новое вино, Господь. это та молодежь, через которую ты будешь являть свой свет по всему миру, Господь. И сейчас эта церковь, она зарождается прямо сейчас. И вот в этом основании, Господь, ты поднимаешь своих лидеров. Мы благословляем каждого, Господь. Каждого, кого ты ведешь, направляешь и утверждаешь в их помазании, Господь. Мы просто освобождаем эти благословения, чтобы ты реализовал этих людей и помог им не сбиться с пути во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! Да, и тебе Господь дал понимание, что сейчас Он водит и меня водит в это, и каждого. Сейчас Бог поднимает каждого из нас служителем. Каждого. И вот то, что Ксения делала шесть лет и седьмой год, это Бог сказал, вот правильно Иванович сказал, это тот фундамент, это вот та платформа, Бог говорит, то, что вот на чем вы сейчас встали, и вот теперь вы будете строить. Вот на этом фундаменте, вот на этой платформе, Бог говорит, вы будете строить. И Бог мне сказал, что сейчас важно, Он говорит, я вам дал эту платформу, чтобы вы сейчас здесь обучились, обучились, обучились любить, обучились взаимодействовать в церкви друг с другом. Обучились вот этому уединению, вот этому единству. Если вы не обучитесь, вам дальше будет сложно подниматься, возрастать, потому что невозможно с пятого перескочить в одиннадцатый класс. Нужно пройти этот этап обучения. Бог открыто сказал, что это сейчас у нас обучение, что Бог дает обучение, чтобы мы возрастали, и чтобы мы поднимались, и чтобы умножались, потому что Бог поднимает это очень сильно, очень мощно. Слава Господу! Благодарю Богу всех! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok